Первый вопрос. Это все они. Да. Хорошо. Любимое место в Питере? Васильевский остров весь. А особенно какое место тебе там нравится? Академия художеств и все, что рядом с ней. Когда человек любит, он прекрасен. Мне часто снится цветные сны. Они все время разные. Там все идеальное. Оно прекраснее, чем здесь. Оно как бы дает мне, ну как, сейчас скажу, не то чтобы мотивацию, а просто вдохновение и какой-то стимул быть. Почему очень часто внутренний человек отличается от внешнего человека? Я так не считаю. Нет. Мне кажется, изнутри. Это все изнутри. Почему так много людей находится в депрессии сегодня? По сравнению с предыдущими годами. Наверное, это модно. Депрессия – это модно? Мне кажется, сейчас да. К сожалению, да. Искусство может спасти. Это правда. А правда ли, что искусство можно и даже убить, и уничтожить? Думаю, да. Ну ты согласна, что искусство очень сильная штука, и она может влиять на жизнь людей, на поколения? Если оно не влияет, оно не искусство. Искусство всегда влияет, если оно настоящее. Сейчас вообще так все странно, что если человек не творит, он не живет, по сути. Сейчас очень сложно жить без творчества, не вражаясь как-то. Вообще-то закрытый человек? Нет, не знаю. А как ты относишься к людям, которые открыты миру и делятся всеми переживаниями, эмоциями, чувствами? Ты считаешь, что хорошо, особенно сейчас, в эпоху интернета, когда каждый может завести Инстаграм, завести свой блог и рассказывать то, что происходит у него в жизни? Нет, немножко как-то нет. Какая-то часть жизни должна принадлежать только человеку. Иначе он уязвим или его нужно оберегать. Это не очень хорошо. Человек делает себя уязвимым. Ты считаешь, что, например, чье-то чужое мнение, чужая энергетика, она может разрушать жизнь человека, влиять на нее? Не совсем это, я хотела сказать, не энергетика, а именно он сам, как на ладони, зачем это делать. А что молчат картины? Скажи мне, пожалуйста. Картина — это окна. Ты или смотришь туда, или не смотришь. То есть, когда ты смотришь, ты видишь? Нет, надо быть подготовленным для этого. Если ты готов это воспринять, ты поймешь, о чем. Это окна или двери. Это как, ну, ты погружаешься в чужой мир. Или не чужой. Ну, он тебя приглашает. И ты так же, как общение. Я считаю. То есть, получается, видя какую-то картину, ты общаешься как будто бы с художником, с теми людьми, которые там находятся, да? Правильно тебе понял? Интересная мысль на самом деле. Я просто когда-то читала книгу Марка Шагала «Моя жизнь», и там говорилось про мосты, там очень красиво про мосты. Что там говорилось про мосты? Что они висят в воздухе. Что город особенный, да. Что-то все какое-то нереальное. Редактор субтитров А.Семкин. Субтитры создавал DimaTorzok